Приветствую вас, и о раздвоении личности можно говорить в нескольких контекстах. Пожалуй, первый и самый важный контекст заключается в том, что это все-таки больше психическое заболевание, по крайней мере, если говорить о МКБ, например. И если это психическое заболевание, то и заниматься данным аспектом, мне кажется, должны все же врачи. Врачи, психотерапевты, психиатры, клинические психологи и так далее. Мне представляет ситуация так, что именно врачи должны заниматься данными проявлениями. И потому, если у вас есть фактический диагноз раздвоения личности, если не вы его сами себе поставили, а если он у вас реально есть, то в таком случае вам нужно, значит, работать с врачом, и именно уже непосредственно через врачей, в том числе и через медикаментальные препараты, и, значит, помочь себе с этим состоянием исправить. Причем, нужно обязательно отметить, что в каком бы контексте о раздвоении личности не шло речи, Нельзя говорить о борьбе с этим феноменом. Потому что любая борьба есть суть подавления. Любое подавление есть суть вред. Поэтому вредить себе, я полагаю, не стоит. Следующий аспект, о котором можно говорить именно в вашем контексте о раздвоении личности, это аспект транзакционного анализа, который предполагает, что в вашем сознании звучит голос. Звучит голос. Ну, например, кого-то из, скажем, значит, кого-то из родителей. И этот голос не позволяет вам, мешает вам делать вот то, что вы хотели бы, то, что вы могли бы, то, что вам было приятно, хорошо, интересно и так далее, и так далее, и так далее. В этом случае анализ этого голоса, в этом случае методика Штульца, методика семи, по-моему, стульев Штульца, является хорошим средством для, значит, избавления от данного феномена. То есть, по сути, можно говорить о непсихиатрическом аспекте данной проблемы, а скорее о психологическом внутриличностном конфликте, который у вас имеется, ну, вот, по такому не совсем уж удачному стечению обстоятельств. Вот. В этом случае, еще раз повторю, нужно анализировать ваши отношения в семье. В этом случае нужно анализировать, в первую очередь, то, чей голос звучит у вас в сознании, что он вам говорит, чего он хочет и так далее, и так далее, и так далее. И именно, именно приведение к общему знаменателю того, чего хотите вы, и того, чего хочет, грубо говоря, этот голос, является первостепенной задачей в данном случае работы и специалиста, если вы работаете в этом направлении. Существует, конечно, и метод возрастной регрессии, то есть, который подразумевает, что вы когда-то, приняли решение, вот, следовать этому самому голосу, если он все-таки у вас есть, если он все-таки присутствует. Вот. Когда-то вы приняли решение этому голосу следовать, и теперь вы ему следуете. Соответственно, нужно отыскать в вашем жизненном опыте то обстоятельство, когда вы решили следовать этому голосу, вот, и, собственно, ваше решение поменять. Следующий контекст, в котором можно говорить о развоении личности, следующий контекст, это контекст неуверенности в себе и вторичной выгоде. О чем вам сказал мой коллега? Неуверенность, неуверенность в себе, это непринятие себя такой, какая, какая вы есть. Неуверенность в себе, это отсутствие любви к себе, сомнения в собственных, значит, силах, в собственных желаниях, в собственных действиях, в собственном выборе, ну во всем, по факту. Соответственно, связано это во многом с вашей жизненной позицией, экзистенциальной позицией и с тем, что вы вынесли опять-таки из своей семьи. И в этом случае, в этом контексте можно говорить о принятии себя и о удовлетворении, об удовлетворении своих базовых потребностей, которые у вас есть, которые сейчас не удовлетворены, что и, собственно говоря, порождает вот такую реакцию вашего сознания. Опять же, здесь нужно начинать с самых простых действий, здесь нужно начинать с самых простых поступков, которые вам приходится делать. Для того, чтобы увидеть, когда, в чем и как у вас начинаются трудности, когда, в чем и как у вас начинаются проблемы. Вы говорите, что вам сложно сделать выбор. Сложно сделать выбор, сложность выбора, это противоречие. Противоречие может быть в том числе и экзистенци-экзистенци...экзистенци-экзистенци-хонально. Вот. Соответственно, это противоречие нужно отыскать. его нужно раскрыть, это противоречие нужно, значит, гипертрофировать, возвести в абсолют, чтобы вы увидели, что оно под собой скрывает. Ну и, как вам сказал мой коллега, уже, что любое противоречие, по сути, скажем так, шревато, или, можно сказать, имеет вторичную выгоду. То есть, любое противоречие вам, лично вам, что-то даёт, лично вам что-то несёт, лично для вас в этом есть что-то положительное. И нужно определить, что именно для вас в этом есть что-то положительное. Я, например, думаю, что речь идёт о снятии из себя ответственности, о том, что благодаря этому вы можете перекладывать на других ответственность за принятие своих решений, и, возможно, за ответственность в контексте себя и своей жизни вообще в целом. И в этом случае, если, допустим, я прав, в этом случае, конечно, получается, что вы боитесь ответственности, получается, что вы свою ответственность как раз не принимаете, получается, что вы её избегаете. И это может быть мотивом для всего того, что вы, вот, делаете. Это может быть мотивом для всех тех моментов, которые вы описываете. И сама болезнь, вот как вы её назвали, да, ну, раздвоение личности – это вообще болезнь. Сама болезнь, она может быть в общем и целом тоже следствием. Следствием того, что вы не хотите просто на себя брать ответственность за свою жизнь и в общем и целом всё. То есть за этим больше можешь ничего не скрывать. Вот такие аспекты. Если раздвоение личности у вас действительно сильное, и вы иногда чувствуете, что вами движет какой-то другой человек, и это достаточно сильный вред оказывает, то есть это, ну, ставит под угрозу вас, вашу целостность, ваше здоровье, может быть, даже это ставит под угрозу. Ну вот, если ситуация такая, то я полагаю, что здесь нужно обратиться к врачу и уже с врачом непосредственно что-то делать. Вот. Но именно, заметьте, не подавлять. Опять же, не подавлять. Вот подавлять мне ничего не нужно. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что вы извлекли для себя что-то новое в моём ответе. Надеюсь, теперь вы лучше понимаете с чем и как связано то, что с вами происходит. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры добавил субтитры DimaTorzok Если у вас получитсяse Sabbath, вы смотрите, вам можете найти любое slime, 만약 и у вас беруboy. А если вы реально зть,ertом Достатым восторженzus".